Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Начинаем работу прямого эфира, подводим итоги недели. Она была политической бурной, что обычно и происходит. Вот спустя, по существу, почти две недели после выборов идут активные консультации по сформированию правительства. Об этом, а также результаты самих выборов мы сегодня поговорим, как уже анонсировали, с публицистом, историком, хорошо вам известным человеком Игорем Ватолиным. Добрый день! Добрый день! Вот, на самом деле, понятно, что ты давно наблюдаешь за политическим процессом, так же, как я. Все-таки, какие-то сенсации или, не знаю, неожиданности по итогам выборов были или нет? Если посмотреть рейтинги, ну, вроде, практически все, как и предсказывали вот эти опросы. Ну, да, если посмотреть в таком макро-ландшафте, то все получилось, к счастью или к сожалению, вот так, как мы с тобой обсуждали, это там, сколько уже, месяц назад? Месяц, да, даже больше, да. И ситуация воспроизвелась. Ну, добавились новые лица, новые победили, но старые никуда не делись. То есть, они тоже остались. Все партии, правившие коалицией при 12-м СМИ, они сохранили свое присутствие, ну, правда, не господство, ну, и на более скромных позициях, в более скромных ролях участвует формирование правительства. В этом смысле говорить, что там все перевернулось, в доме Облонских вот, обломалось в доме Смешальских, вот это нельзя. И согласие осталось в той же позиции, в которой оставалось. Это, может быть, отдельная тема для разговора. Поэтому сенсации нет, но есть, но происходят удивительные вещи. То есть, вот, принц на выданье, лидер новой консервативной партии Янис Борденс, которому, ну, в общем-то, по исходу выборов и по его собственной харизме, в общем, выпала первый черед, первая брачная ночь при формировании нового правительства, ну, не справился, прямо скажем. Причем не справился как-то странно, непонятно, на ровном месте. Вот когда все было готово, надо было просто провести внятные переговоры со всеми партиями. Если не берем согласие, ну, консенсус такой установился, то ясное дело, что при такой вот разности шести партий ну, надо учитывать сложности, там, ахиллесовые пятые и ангельские крылья, каждая из них, и, ну, как-то вот договариваться. При этом сначала обсудить ценности, потом цели и задачи, ну, и только потом, да, на последней фазе уже делить портфели. Тут же произошло как-то вот толком, даже вот не поздоровавшись, сразу появился какой-то вот не очень внятный план, длижа партией. Какой-то джентльменский работ. Да, вот. И, в общем-то, ну, как-то мы имели возможность наблюдать такой вот самострел, как, в общем, жених, принц на выданье, он, в общем-то, самоустранился из процесса. Вот. А теперь вот выдвинулся кандидат премьеры от... Артис Тибас Пабрикс. Да, от развития за Артис Пабрикс. Ну, я думаю, он, как, в общем, достаточно опытный политик, и человек, занимающий такую, ну, я бы сказал, спокойную, конструктивную позицию, ну, вряд ли допустит вот такие странности, как его предшественник в этой роли, Янис Борденс. Ну, и вот, если смотреть вот по ситуации прямо на сегодня, то, скорее всего, правительство из шести партий будет сформировано, премьером станет Артис Пабрикс, или именно его президент номинирует для этой функции. Ну, если новая консервативная партия вот так вот обидится-обидится, ну, она не войдет в правящую коалицию, но она, в общем-то, получается и без новых консерваторов. То есть, вот на сегодня ситуация выглядит так, и так, что это не сенсация, но разве что такая странность. Вот интересно, ты прямо мне снялся языка. То есть, в принципе, вот господин Борденс, ведь он успел не только сделать, как многие считают, фальстарт, да, но он еще успел и нарисовать очередные красные линии, и он сказал, что зелеными крестьянами в одной коалиции он не будет. То есть, если он от своего не отступит, то получается, что он сам уходит в оппозицию. Ну, как бы так получается, да? Ну, странно это... Ну, такая конфигурация возможна, да? Ну, не, ну, вот после таких первых странных ходов можно ожидать и других странных ходов, ну, если коллеги по партии не поправят своего руководителя. Но это нелогично, нерационально. А, в общем-то, в партийно-политических делах, когда вот речь идет о формировании сложной, ну, никто не скрывает, что это очень сложная, достаточно разношерстная коалиция, ну, как-то вот там хлопать дверьми, тянуть одеяло на себя, там что-то восклицать, выкликать, проводить красные линии, но это достаточно неконструктивно. Потому что это вот как... Ну, так нельзя себя вести в стеклянном магазине, потому что вот все очень хрупко и... Хорошо. А вот нет ли опасности вот в создании такой большой коалиции? Я сейчас даже не говорю там о таком шкурном интересе, о дележе портфелей, да, это из серии хватит для всех министерств, это, я думаю, что, наверное, хватит, да, я просто говорю действительно о том, как работать, даже вне зависимости от того, как поделят портфели. Но все-таки, с одной стороны, голосов хватает, даже более чем, с одной стороны. С другой стороны, вот ты сам сказал, что, ну, публика очень разношерстная, потому что, наверное, есть большая разница и в идеологии тоже, об этом мы чуть попозже поговорим, между развитием за и, не знаю, это были с Латвии, к примеру, да? Ну, вот, да, коалиция выходит разношерстная, но вот важно, чтобы все-таки в нее вошли шесть партий, а не пять... Чтобы ни у кого не было такого золотой акции. Да, чтобы ни у кого не было золотой акции, и для предотвращения такого прямого шантажа, что вот если вы тут не выполните то-то и то-то, мы хлопнем дверью, и все у вас, у нас посыпется, вот. Поэтому, ну, вот шесть партий – это оптимальный вариант, ну, а дальше идет уже искусство координации, ну, вот на этом этапе Артеса Пабрикса. Если ему удастся разделить сферы и выработать механизм коммуникации внутри вот этой коалиции, то, я думаю, может получиться, почему бы нет. Ну, в конце концов, вот это и есть искусство демократического управления, когда представители разных групп, разных партий вырабатывают какой-то консенсус, формулу, если не полного взаимопонимания, то принципов коммуникации. Потому что вот когда я слышу разговоры, вот, в основном из уст представителей согласия о 51 проценте, вот, должна быть одна победа, вот, одна наша победа на весь политический спектр, и тогда будет счастье. Вот что мы отчасти наблюдаем в Рижской думе. Но это просто неправильно, это противоречит самому духу демократии, а здесь вот главный принцип – это слышать и видеть партнера, учитывать его, там, ценности, цели и задачи и вырабатывать механизмы взаимодействия. А нет такой опасности, ну, поскольку, я думаю, что не секреты, это тоже не отрицает, что вот развитие ЗА совсем не чужда теополитическая организация, да, вот, нет ли такой опасности, что даже если господин Пабрикс или, неважно, другой представитель развития ЗА получит премьерский пост, оказавшись вот в такой кампании, у которых в результате будет большинство, да, против, там, 13 голосов, все остальные, да, что реализовать свою, вот, ту либеральную часть программы, да, там есть целый ряд моментов, даже особая позиция и по школам, да, и по легализации гражданских отношений и так далее, так далее, да, не будем все это перечислять, вот, что в результате вроде бы и премьерство есть, а сделать-то ничего нельзя, да, если, то есть, не угадься, условно говоря, сидите тихо. Ну, я бы тут избегал такие вот крайности, типа, все, ничего, ничего нельзя, осуществить все и сразу. Реальность такова, что коалиция разношерстная, поэтому я думаю, что если вот эта политическая сила развитию ЗАО получит одну из сфер, которые она считает приоритетными для себя, то есть, это сфера здравоохранения, сфера образования, территориальная, реформа самоуправлений, и, собственно говоря, здесь вот просто на этой делянке делать свое дело, при этом не выпадая из коммуникациями с партнерами по коалиции, вот, если это получится, то вот и хорошо. С другой стороны, вот, там, перед выборами шли бурные дебаты в русскоязычных социальных сетях на тему, насколько правильные либералы развитию ЗАО, насколько либералом является настоящим либералом Артис Пабрикс. С моей точки зрения, мы начинающие либералы, то есть, вот, Артис Пабрикс, если кто не знает его биографию, он, вообще-то, был либеральным профессором, который на уровне своего научного интереса, научной работы исследовал национальные меньшинства, исследовал либерализм, то есть, он про это знает все лучше, чем кто бы то ни было. С другой стороны, вот, из общения с ним, из его интервью, ну, я вот вынес такое впечатление, что он является национал-патриотом. И вот эти два момента, национал-патриотизм, в том числе проецирующийся отчасти на политику, и вот этот либеральный европейский, если угодно, бэкграунд, в том числе и академический, вот они создают, ну, как-то, мое понимание Артиса Пабрикса, и кто он такой. При этом, я так понимаю, что сам факт его перехода, вот, в эту конкретную политическую силу, из евродепутатов, кстати, он свидетельствует о том, что он готов двигаться в этом направлении. Но я вот считаю, стратегическая ошибка, это мое субъективное мнение, что развитию «за» не работали системно и в рамках общей кампании с русскоязычным избирателем. Хотя результат получился на самом деле очень хороший. Потому что, по прикидкам, порядка 10% тех, кто голосовал за вот эту либеральную силу, это были люди, у которых первый язык русский. Поэтому, ну, это очень хорошо. Примерно такой же результат был на выборах в Рижскую Думу полтора года назад. И отдельно, и там кандидаты в депутаты, они проводили, ну, я считаю, очень успешную политику. Внутри списка имело место этническое голосование, которое, вот тут надо иметь в виду, что вот то, что мы называем этническим голосованием, когда одни там фамилии сдвинулись вперед, другие назад. Это всегда сложный феномен. И там наряду вот с чисто этническими моментами имеют значение и другие. Отрицать нельзя. Последние три фамилии русские. Нет, но я хочу сказать, что если бы вот среди первых трех фамилиях в начале списка был хотя бы один русскоязычный, такой вот с первым русским языком и, ну, вот что называется, однозначно русскоязычный человек, но при том, что все мы говорим на государственном языке, это все понятно, то и результат по списку был бы несколько другим. Я тут, может быть, открою какую-то инсайдерскую информацию, надеюсь, там коллеги по партии на меня не обидятся, что вот долго уговаривали одного человека, который был одним из лиц компании, на это он согласился, Вячеслава Кощеева. А, я сейчас не ошибся. Очень популярного и в латышской среде, и в русской среде известного. Но он отказался, да, видимо? Он вошел в список вот на первых ролях, но он остался в академическом, он выбрал академическую карьеру, но при всем сочувствии партии, согласии там помогать, чем возможно. Ну, я думаю, что какие-то выводы будут сделаны, и следующая кампания, вот муниципальная, особенно в Риге, через два с половиной года она будет еще более убедительной, чем полтора года назад. Вот, все-таки, возвращаясь, действительно, к идеологии, ну, тема, которая близка тебе особенно, это образование и все, что с этим связано. Мы знаем, хотя выборы уже закончились, многие такое ощущение еще в придубленной кампании живут, никак не могут распрощаться с этим. Партия Кайминща, ТБ Рисуатрии, само собой, и новые консерваторы однозначно сказали, что один из их приоритетов – это полный перевод на латышский язык, только на латышский язык, всей системы образования, начиная от детских садиков. Интересно, что Кайминщ эту тему даже, если так можно сказать, задвигал в общении, в консультации, так скажем, с согласием, да, и на этом у них, естественно, разногласия возникли. Да, вот, и получается так, что, по крайней мере, три партии вот будущей коалиции, а я думаю, что зеленые крестьяне тоже не будут шибко сопротивляться этому, да, и, видимо, новое единство господи Шадрускис тоже. Что будут делать в этой ситуации, как тебе кажется, я понимаю, что прогнозировать рано, развитию «за», у которого все-таки позиция несколько иная? Ну, основной тезис объединения развитию «за» – это что должна быть единая латвийская школа, в которой при этом каждая конкретная школа имеет куда больше, чем сегодня, возможностей формирования, содержания образования, организационные возможности, что, собственно говоря, прописано вот в так называемой компетентностной реформе. Я имею в виду содержательной, а вот организационные – это то, что пока не прописано, но что, в общем, предлагает наша партия. С другой стороны, вот из общения с представителями вот этого списка КПВ и ЛВ, я вынес такое впечатление, что там люди не очень понимают реально, что происходит в сфере школьного образования, вот на уровне матчасти. И когда говорится, что вот все перевести на госязык, то тут надо уточнять, что под этим понимается. Ну, например, вот еще до всех вот этих предложений министра Шадурскиса, который, кстати, вот вроде бы уходит, и слава Богу, пусть ангелохранителя или другое существо ему, так сказать, в дорогу. Когда мы говорим о переводе на госязык, вот вроде бы тот момент, что все экзамены сдаются на госязыке во всех школах страны. Это уже введено. По-моему, это можно вполне интерпретировать, что вот перевод на госязык. То есть, учитываем результаты прохождения этапа основной средней школы, сдавая экзамены на госязыке с единым содержанием, включая вот по собственному латышскому, собственно, экзамен по латышскому языку во всех школах страны. Все, перевели. А как мы добиваемся такого результата, это уже головная боль, забота каждой конкретной школы. Если школа не справляется, смотрим, решаем, меняем руководство, присылаем более продвинутых учителей, но вроде бы вот этим можно было бы ограничиться. Лично мне кажется, что вот попытка государства регламентировать языковые пропорции, там, какой предмет на каком языке, ну, это какой-то анахронизм, и это совершенно провальная стратегия, которая, ну, очень, только отягощает жизнь школьных работников. Сделали, ввели все итоговые экзамены на госязыке, все, дальше, дальше, вот, доверьтесь школам, пусть они сами сделают, что могут, если не справляются, тогда начинаем работать, ну, уже конкретно с каждой конкретной школой. Вот, мне кажется, такой подход вполне рациональный, тоже, кстати, самое касается детсадов, что на выходе из детсада, выпускник детсада, неважно какого, может поступить в любую школу страны, вот эту единую школу, в том числе, где там базовый язык, латышский. Игорь Ватолин, у нас в студии, привемся ненадолго, новости рекламы, не переключайтесь. Микс Ньюс. Добрый день, Игорь Ватолин, у нас, напомню, в студии, в прямом эфире, публицист и историк, добрый день еще раз. действительно, мы в первой тоже уже начали говорить, не могу не спросить по поводу согласия, с одной стороны, результат, в принципе, неплохой, по крайней мере, победа есть победа, можно спорить, с каким результатом, но, тем не менее, 23 мандата, но вот, даже не будучи фанами согласия, обращают внимание, ну, на такое некорректное поведение, ну, хорошо, ТБ, Веселат, и понятно, там, они никогда с ними за один стол не сядут, мы все реалисты, понимаем, но все остальные партии, ну, от них бы, как многие считают, кусок бы не отвалился, если бы они бы хотя бы для приличия, как вот КПВ и ЛВ, провели бы консультации, согласие, да, вроде пока они никакие не прокаженные, в розыск не объявлены, и так далее. Ну, если мы вот говорим по итогам выборов, то, в принципе, ну, чисто ритуально, конечно, можно там встречаться всем со всеми, но больше того, президент чисто ритуально мог бы даже, вот к чему призывают многие обозреватели, скажем так, про согласистки, ну, там, поздравить и даже доверить формировать правительство, но, извините, если семь партий из шести сказали, что вот с этими мы не будем сотрудничать, то такое назначение, оно имело бы чисто ритуальный характер, ну, обошли бы по кругу и вернулись на круги своя. Ну, поскольку вот такого рода ритуал ни в Конституции, ни в других нормативных актах не подписан, то там уже президент вот действует с точки зрения здравого смысла. То есть, если он видит, что есть вот шанс у этого политика сформировать правительство, он его номинирует, там дальше получится, не получится и так далее. Ну, поскольку все шесть партий сказали, что согласия в этот раз таки нет, то, ну, соответственно, такого рода вот ходы, они были избыточными. Но это так уже, по итогам вот. А если говорить до итогов, был ли у согласия шанс, ну, и у нас всех, латвийцев, преодолеть вот этот многолетний запор, затор в латвийской политике по имени согласия. Когда вот согласия неизменно, правда, там с каждыми выборами все меньше, но все-таки выигрывает как бы выборы, получает достаточно много голосов, большая фракция в Сейме, и, соответственно, шанс на какие-то вариации у остающихся партий, он минимизируется. То есть, нет нормального состязательного процесса при формировании коалиции. Ну, вот, мне кажется, действительно, вот как мы говорили в перерыве, ну, как-то стратегия согласия, она была, ну, крайне непродуктивной. То есть, видимо, допущение руководства партии и привлеченных политтехнологов было в том, что, ну, русскоязычный избиратель и так проголосует, и это правда, вот в этом моменте это так и произошло, поскольку серьезной альтернативы на этих выборах не появилось. А кроме того, вот привлеченка мы еще и латышского избирателя, который за нас не голосует из столь исключительно из вот национал-романтических соображений. Вот если мы поставим во главе списков в регионах латышских ребят с латышскими фамилиями, вот и будет счастье. Но вот похоже вот этот вот ход с привлечением варягов, чтобы они вот привлекли латышского избирателя, не прошел. Этих варягов то ли совсем вычеркнули, то ли, ну, в любом случае латышский избиратель на это не купился. И, по-моему, это вовсе не потому, что он вот страдает такой вот русофобией, национал-романтизмом, а потому, что согласие вот за счет такой очень, я бы сказал, хитроумно изобретательной политики, вот когда Мил Ушаков, безусловный лидер и, я бы сказал, даже икона этой партии, отправлялся в Москву, чтобы там открыть какой-нибудь очередной рижский дворик, то он открывал этот дворик, встречался с какими-то прикремлевскими людьми, потом прямым рейсом в Вашингтон делает селфи с сенатором Ястребом Маккейном, да будет ему земля пухом, то в надежде на то, что вот те, кому ближе вот рижский дворик в Москве и селфи на фоне Кремля воспримут вот только это, а те, кому ближе сенатор Маккейн, они не заметят прокремлевское селфи. Вот эта стратегия, она до поры до времени может там и приносила какие-то свои плюсики, но в целом оказалась совершенно тупиковой, потому что в результате эта политическая сила воспринимается как мутная. То есть вот, да, привлекли латышских варягов, узнаваемые лица во главе региональных списков, но что там за ними скрывается, мы не знаем, мы не верим этой партии. Вот что сказали латышские избиратели, по сути дела. А ты с ним согласен? Я, мне кажется, вот это вот подозрение в прямой прокремлевскости, они, конечно, преувеличены, но при несомненной мутности. Ну, вот когда даже ходят слухи, что вот мы на самом деле не знаем вот эти вот коты Кузя и Мурис в Рижской Думе, это потому, что Ушаков любит котов или потому, что ему посоветовали пиарщики, а на самом деле страшная тайна, он собачник. Вот, ну, это ходят такие слухи, но это вот как метафора. То есть, да, партия нам говорит это, говорит то, выдвигает какие-то лица, но что там за этим скрывается, мы не знаем. Может быть, да, может быть, вот Ушаков там на прямом проводе у Путина, мы этого не знаем. и вот партия себя так вела, что такие подозрения в латышской язычной среде получают почву. Я лично в это не верю, но мне кажется, тут еще действуют другие моменты. Вот партию Согласия принято сопоставлять с Центристской партией в Эстонии, и вот она вошла в правительстве, возглавила его, и в Эстонии все в порядке. Но, понимаете, в Центристской партии, вот это не все заметили, там за последние годы произошли радикальные изменения. Если вот при старом Эдгаре Сависаре действительно эта партия симпатизировала Кремлю, там связанный с Россией бизнес ее поддерживал, то сейчас, вернее, после ухода Сависара, ну, во-первых, много лет, во-вторых, там сложное положение по здоровью, там у него ампутировали ногу и так далее, там пришли новые силы, партия обновилась, это нормальная демократическая европейская партия. Насколько я понимаю, вот латвийское согласие, хотя оно позиционируется как социал-демократы, но там вот реальной демократии внутри партии нет, там выстроена достаточно четкая вертикаль власти, есть харизматический лидер, он же икона, вот в чем мы убедились в ходе предвыборной кампании, Нил Ушаков, хорошо это или плохо решать партийцам, но это немножечко подозрительно, это невольно навевает аналогии с соседней страной, где тоже вот вертикаль власти, все достаточно жестко, и это вызывает определенные подозрения. Кроме того, вот эта вот история с языковым референдумом, извините, но нам, тем, кто считал вот такой ход согласия ошибкой, ну, до сих пор не объяснили, вот что же это было вообще. Ну, если бы вот руководитель партии объяснился, сказал бы, ну, вы знаете, да, пошел за избирателями, но, наверное, это была ошибка. Я думаю, там дальше было бы как-то полегче. Ну, и, наконец, самое главное, это вот под эту риторику о том, что у нас нет красных линий, мы видим железный занавес в Рижской Думе. Это на протяжении вот всего правления нынешней коалиции согласия честь служителей. И вот когда даже вот ты приводишь аргумент, что ну, ведь они сами там тоже договорились не сотрудничать с согласием, ну, вот, после опыта нескольких созывов, ну, да, там вот это самое единство выступило с инициативой даже подписать какую-то вот бумагу, такой вот договор о несотрудничестве с согласием, но большинство партий ее не подписало. Я думаю, что если бы согласие сделало бы какие-то первые шаги на сотрудничество в Рижской думе, сделать прозрачным Рига сатексом, еще какие-то вот такие вот символические моменты, то там вот это рассосалось бы сначала в Рижской думе, я напомню, я напомню, что когда Ригой правил мэр Янис Биркс от национального объединения, то социальный комитет возглавлял Леонид Леонидович Курдюмов от согласия и так далее. Представители согласия, значит, Андрей Климентьев вице-председатель Сейма, Сергей Леонидович Долгополов возглавляет одну комиссию, Виталий Орлов другую комиссию, то есть, это явно несимметричная ситуация, и вот пойти навстречу в Рижской думе, сначала выработать модель общей коалиции там, а потом предложить ее в национальном масштабе, вот мне кажется, это вполне реальный и конструктивный путь. К сожалению, мы этого не видим, и как-то вот, в общем-то, как мы, опять же, где-то месяц назад говорили в этой студии, ну, вот, мало что поменялось в конфигурации, хотя, в целом, ну, согласие при вот этой победе, первой, как ее назвали некоторые обозреватели, действительно, тренд на, скажем, уменьшение влияния, возможностей, но, как это, еще не вечер, никогда не поздно начать, но, мне кажется, начинать надо однозначно с Рижской думы, получится там, получится в стране, а если не получится, я... А зачем? Ну, для согласия важно, вот, все-таки выйти из этой изоляции, иначе мы получим вот первый в новейшей латвийской истории случаи, когда партия, большая, влиятельная, массовая партия начала разлагаться не во главе власти, а будучи в глухой оппозиции. А вот хорошо, чтобы понятно, что у нас не будет времени детально подискутировать, но вот если абстрагироваться даже от всего, что ты сказал, да, это, наверное, отдельная тема, отдельного разговора, ведь на самом деле без такой большой силы, не важно, как она называется, в принципе же легче. Ну, зачем, что мы можем себе представить, что была бы сейчас ситуация, бы сказали, не, у нас вообще всеми оппозиции не будет, вот все семь партий избраны, будет какая-то коалиция народного доверия, но ты в это веришь? Не, ну, кому легче, вот, вот, понимаете, вот это вот всем легче, но зачем нужно согласиться? Нет, предположение, что есть какой-то вот коллективный субъект, ангел или демон под названием Латвия, там, или латвийский народ, которому там будет легче или тяжелее, ну, это такое очень поэтическое, мифологическое представление. Дело в том, что если согласие станет настолько приемлемым для избирателя большинства партий, вот как это было, например, до языкового референдума, вот на этом этапе согласие было абсолютно рукопожатным, и там, мне кажется, до вхождения в правительство там просто отделяли, ну, месяцы и какие-то недели. Как сказалось на партике, это не случилось. Нет, и согласие было, ну, согласие просто выстрелило себе в ногу вот этим языковым референдумом. То есть, Нил Валерьевич Ушаков, пойдя за Владимиром Ильичем, Лендерманом, ну, совершил хуже, чем измену или предательство, он совершил ошибку. И вот сейчас вот эта ошибка, она вот с 2012 года, это у нас прошло 6 лет, ну, вот она до сих пор не исправлена. То есть, работа над ошибкой не проведена. Там мы, наоборот, наблюдаем упорствование в ошибке. Я вот думаю, и в политике никогда не бывает так, что вот кто-то там собрался и решил. Партии, вот эти вот 6 партий, они конкурируют между друг, между собой. Мы это видим, вот это все происходит на наших глазах. Если согласие станет рукопожатным для большинства избирателей, вот в том числе и голосовавших за партии возможных партнеров, там тут же ситуация изменится. И у согласия появится шанс снова сыграть в эту игру, каким он был до референдума языкового 2012 года. С другой стороны, согласие показалось не очень хорошим игроком. Сидя в оппозиции, охотничьи политические инстинкты несколько атрофировалось. И вместо того, чтобы там быть активными игроками в 2011 году, там положились на слова Валдеса Затлерса, спокойно ждали, что вот введут в подсене правящей коалиции, ну не дождались, ну надо было там активно действовать, играть. И, кстати говоря, мы и сейчас видим, что согласие проявляет странную пассивность. Но, ребята, вы выиграли выборы, вам, в общем-то, объективно не светит, но начните что-то делать. Ну что, вы должны выводить людей на улицу? Нет, выведите своих сторонников на улицу, напомните о себе, назначите переговоры, на которые, может быть, никто не придет, но пресса об этом напишет, ну, по крайней мере, вас запомнят. Здесь же мы видим какую-то тишину и покой, и обиду. А на обиженных, как известно, много чего возят. Игорь Вартольев у нас был в студии, ну, к сожалению, вот так вот время быстро прошло, извиняюсь, перед радиослушателями не смогли принять их звонки, будем еще приглашать нашего гостя, спасибо большое. игорь Вартольев